18 марта 2018 года в России состоятся выборы президента Российской Федерации. Как проголосовать на выборах президента России по месту нахождения, а не по месту регистрации? В этот день избиратели, находящиеся не по месту регистрации, смогут легко проголосовать там, где они находятся, в любом избирательном участке нашей страны. Для этого вам нужно заранее подать заявление, указав, на каком именно избирательном участке вы хотите проголосовать. Помните, заявление можно подать только один раз. Как подать заявление? Выбирайте. С 31 января по 12 марта в любом многофункциональном центре «Мои документы». В любой территориальной избирательной комиссии через единый портал государственных и муниципальных услуг. А с 25 февраля по 12 марта еще и в любой участковой избирательной комиссии. Есть вопросы? Позвоните. Звонок бесплатный. Голосовать легко. 14 февраля в 10 часов в здании администрации района будет вести прием граждан депутат Тамбовской областной думы Виктор Николаевич Дубровин. 18 февраля в 11 часов на городском пляже улица Подгорная состоится массовое гуляние на Масленицу «Солнышко красно, гори-гори ясно». В программе театрализованное представление «Как весну украли», праздничный концерт, игры, конкурсы, спортивные состязания, угощение картошкой, блинами, пирогами, чаем и праздничная торговля. Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите телевидение «Новый век Жердевка». С вами Маргарита Куксова. Сегодня в нашем выпуске спортивные новости последних дней. На базе Жердевской детской и юношеской спортивной школы состоялся муниципальный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Подобные фестивали уже проводились в нашем районе. Ранее в них участвовали школьники и студенты, а на этот раз впервые нормы ГТО сдавали взрослые. Это представители сельских советов Жердевского района, а также администрация города и района. Всего 8 команд. Участники зимнего фестиваля ГТО, переодевшись в спортивную форму, сразу заискрились улыбками и хорошим настроением. Настроение, конечно, хорошее, но очень волнуюсь, как бы не подвести команду. Я вообще всегда с хорошим настроением все дела делаю. Но сегодня вообще я любитель спорта, поэтому рада, что такое мероприятие проводите у нас в районе. Я приехала со Шпикулово, представляю команду Шпикуловского сельского совета. Мы приехали здесь заняться спортом, так как мы девушки активные, любим спорт. Мы занимаемся лыжами, бегом, делаем зарядку и другие виды упражнения. Ну, вообще мы спорт очень уважаем, поэтому и здесь сдать нормативы ГТО. Поучаствовать в первом зимнем фестивале ГТО собралось в нашем районе 130 человек в возрасте от 18 до 59 лет. Им предстояло выполнить упражнения пяти видов. Нужно выполнить пять испытаний, которые идут в рамку ГТО. Сегодня мы будем выполнять этот наклон вперед из положения стоя, прыжки в длину, пресс, отжимания и подтягивания. Некоторые участники удивили сами себя высокими результатами, что подняло их самооценку и придало бодрости духа. Мы не ожидали, конечно, что у нас так у всех хорошо получится. Но вот я отжалась, вернее подняла тулу, что 27 раз. И другие у нас больше 20 раз поднимают. Мы вообще не думали, думали, ну раза два, три и все. Но получилось очень замечательно впечатление. А радостное от этого, что мы, значит, еще что-то можем и годы на что-то. Значит, здоровое тело. А в здоровом теле, как известно, здоровый дух. В командном первенстве по наибольшей сумме набранных очков победил Визовской сельсовет. Второе место у шпикуловцев. В тройке призеров также печаевские любители спорта. В личном зачете больше всех очков набрали Екатерина Сорокина и Роман Тарасов, Наталья Белогривцева и Геннадий Мещеряков. Оксана Кримель и Алексей Чернобровкин, Елена Волкова и Иван Калингер. Все победители и призеры фестиваля награждены кубками и грамотами. Но главное в таких соревнованиях, как говорится, не победа, а участие. Ведь даже оно способствует повышению уровня физической подготовки и пропаганде здорового образа жизни. В продолжении темы. Отремонтированный и заново открытый в канун нового 2018 года спортзал в Жердевке пользуются у местных поклонников спорта и здорового образа жизни большой популярностью. А о том, чем же здесь занимаются, рассказал нам директор детско-юношеской спортивной школы. Сейчас спортивный зал очень востребован в нашем городе. 30 декабря 2017 года открылся обновленный спортивный зал. Значит, зал начинает свою работу с 8 часов утра и работает до 22.00. В 9.30 начинают занятия у нас общеобразовательная школа, здание номер 2. В 14.00 начинаются занятия спортивной школы. В школе работают на сегодняшний день три отделения. Отделение баскетбола мальчики и девочки, отделение футбола мальчики и отделение кёксинкай. С 19.00 начинается занятие у взрослого населения. Так что мы приглашаем взрослого населения, которое может у нас позаниматься волейболом, может заниматься баскетболом, футболом есть группа. Также можно заниматься в течение дня теннисом у нас, пожалуйста, приходите. Можно заниматься у нас еще в атлетическом зале на протяжении всего времени, когда работает спортивный зал. Сейчас большое внимание администрации Жеродского района уделяет взрослому спорту и занятию физкультурой. Так что я думаю, что это все будет развиваться, и мы с нетерпением ждем вас в нашем спортивном зале. Проводятся также областные мероприятия, такие как первенство области по баскетболу среди взрослых команд. Так что мы на следующую игру приглашаем всех заинтересованных лиц и кто любит баскетбол. 17 февраля будет очередная игра в 13.00. Всех ждем с нетерпением болельщиков. В минувшие выходные в спортзале детско-юношеской спортивной школы состоялся традиционный волейбольный турнир среди взрослых команд по волейболу, посвященный памяти нашего земляка Владимира Александровича Гонцова, который трагически погиб в 1995 году. И уже на следующий год в память о коллеге и замечательном человеке и был основан этот турнир. Ему принадлежит авторство вот этого турнира имени Гонцова, как мы его сейчас называем, потому что он мечтал, чтобы учителя района чаще занимались спортом, собирались вместе. И очень приятно сегодня его вспомнить, его замечательные человеческие качества, потому что он, кроме того, что был замечательным профессионалом, специалистом, он был великолепным человеком, жизнелюбом. Владимир Гонцов в свое время руководил районным спорткомитетом, позже работал методистом в РАНО, курировал физкультуру и детский спорт в нашем районе. Он в молодости был прекрасным бегуном, гимнастом, то есть не был такого вида спорта, где бы он что-то не умел. И кроме того, он был блестящим организатором. Благодаря организаторским способностям Владимира Гонцова в районе проходили запоминающиеся спортивные праздники. Многие участники которых впоследствии связывали свою жизнь со спортом. Почтить память нашего земляка Владимира Гонцова в этот раз собрались 7 волейбольных команд из Жердевского района. Традиционные участники – школьные учителя. А в этом году к ним впервые добавилась и еще одна новая команда – сборная администрации района. Команда администрации впервые выставляется вообще на эти соревнования, на турнир Гонцова. Я думаю, что шансы есть у всех. Настроение хорошее. Рассчитываем занять призовое место. Всем удачи. Думаю, победит сильнейший. Сильнейшей оказалась команда из Печаевского филиала Жердевской школы номер два. Кстати, они ни разу на протяжении 22 лет не уступали свое первенство в этом турнире. Хотя нарушить традицию упорно старались Алексеевские волейболисты. На протяжении всех игр учителя из Алексеевского филиала шли, как говорится, очко в очко с победителями. В результате у них второе место. А замыкают тройку призеров в этом году педагоги из Жердевской школы. А также на минувших выходных сборная команда Жердевского района принимала участие в региональном этапе всероссийских соревнований «Лыжня России-2018». В состав Жердевской лыжной команды в этот раз вошли 30 человек. Все они проявили стремление и волю к победе. Однако конкуренты в этот раз оказались сильнее. А теперь о погоде. Завтра в Жердевке ожидается небольшой снег. Температура днем минус 8, ночью минус 11. На этом я благодарю вас за внимание. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова День главного выбора страны. 18 марта. День, который решает судьбу России. День, который определяет наше будущее. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Каждый гражданин страны, достигший 18-летнего возраста, имеет право голосовать на выборах президента России. 18 марта. День, когда важен каждый голос. Продолжение следует...